Мир вам, дорогие братья и сестры. Благодарение Господу по Божьей милости. Божья милость и благодать, она продлевается. И давно я у вас не был, признаюсь, но мне всегда приятно быть в Доме молитвы, где мы можем вместе поклониться нашему Господу, прославить Его имя и поразбирать, поразмышлять на Божьем Словом. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь вам снились такие тяжелые сны, кошмары? Было когда-нибудь такое в жизни? Может быть, я вспоминаю тоже, я служил в армии, потом уже все прошло. Но для меня бывало снился этот сон, как будто мне опять наряд на кухню. А это было так неприятно, уже все давно прошло. И вот просыпаешься, о, все, никуда не надо идти. Может, вам снился экзамен, да? Снится сон? Вы приходите на экзамен, и вы начинаете что-то вспоминать, и не можете вспомнить, да? И вы тоже просыпаетесь в таком холодном поту, и говорите, Господи, слава тебе, ну, это сон был. Но я хочу сегодня с вами поразмышлять над одной притчей. Тема проповеди называется «Последний экзамен». Ведь нам, друзья, дорогие, придется предстать пред Господом. И у нас в жизни, и у нас будет у каждого вот этот последний экзамен. Апостол Павел пишет, что всем нам, 2 Коринфянам, 5 глава, должно явиться предсудилище Христова, да? То есть это не там, здесь вопрос не о спасении. Здесь будут стоять все спасенные. И нам придется дать отчет за свою жизнь. Как мы прожили, что мы сделали. Бог каждому из нас дал таланты, духовные дары. Бог дал нам семью, Бог дал нам детей, энергию, силы. Бог дает нам финансы, и мы понимаем, нам придется дать отчет. Евангелие от Луки, мы прочитаем 19 глава. Мы будем читать с 11 стиха. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха. Перед этим контекст. Иисус Христос идет в сторону Иерусалима, и Он знает, что Его ожидает Голгофа крест. Встреча с Закхеем, она меняет жизнь Закхея. Иисус встречается с Закхеем. И богословы считают, одна из точек зрения, что именно вот эту притчу Христос сказал в доме Закхея. «Слышавший же это, рассказал еще притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство и возвратиться. И призав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказал, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив Царство, велел призвать к себе рабов тех, которых дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин и сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин, сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ибо я боялся, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял. Почему же ты не отдал серебро моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал стоящий возле него, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть десять мин, говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Одиннадцатый стих, он нам говорит цель, почему Христос сказал эту притчу. Вы помните, мы читали, они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И вот здесь Христос открывает, а он идет на Голгофу. И Христос здесь нам показывает, как нам жить между, когда Христос пришел первый раз и потом вознесся на небо, мы знаем, как нам жить перед вторым предшествием. Вот мы живем сейчас в период, когда скоро, мы понимаем, должен прийти Иисус Христос, второе предшествие Христа. Кстати, о втором предшествии в восемь раз больше пророчеств, чем о первом, и мы все ожидаем. И вот он рассказывает эту притчу, он говорит, некоторый человек высокого рода, то есть мы понимаем, это Иисус Христос, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство. Христос ушел на небо. И каждому дал мы читаем по мине. Ну, есть разные точки зрения, одна из точек зрения, что мина, это где-то четырехмесячная зарплата. Вы можете каждый посчитать, четыре месяца. И где-то работать надо сто дней. Сто дней, если мы работаем с понедельника по субботу. Сто дней, да? И он говорит, употребляйте, воборот, пока я возвращусь. И вот 14 стих, видите, граждане ненавидели его, отправили вслед за ним посольство, то есть они говорят, мы не хотим, чтобы он царствовал. Вот, кстати, 14 и 27 стих, они вот как связаны. Когда он говорит, врагов моих, которых не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда, избейте предо мною. То есть это те люди, которые не признали Иисуса Христа Господином. А зачем нам Бог? Нам и так хорошо живется. Те, кто не примирили с Господом. И дальше мы видим с вами, и когда он возвратился, понимаете, это когда возвратился Иисус, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел, да? И мы читаем, пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. То есть, смотрите, он говорит, мина твоя, о чем это говорит? Это говорит о смирении, смотрите, это смирение, он говорит, мина твоя. Ты мне дал одну мину, я даю тебе, смотри, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Возьми, возьми, возьми десять мин, ты мне дал одну мину. Видите, то есть, первый умножил на тысячу процентов. И он говорит, это не мои заслуги, это то, что ты мне дал, ты мне, мина твоя. Она принесла намного больше. Другими словами, видите, он слышит в ответ, он говорит, well done на английском, или хорошо, добрый, верный раб. Умножить на тысячу процентов, братья и сестры, если кто знаком с бизнесом, это замечательный результат, замечательный результат, да? И вот смотрите, что делает хозяин, да? Мы понимаем, Иисус, доб, хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом, представьте себе, умножить в тысячу, Христос говорит, ты был верен в чем? В малом, смотрите, казалось бы. Возьми в управление десять городов. Вот, скажите, как бы мы почувствовали, когда мы услышим вот эту словесную пахлаву? Иисус благословит верных рабов настолько, да? Мы даже представить не можем. Ведь будет момент, когда мы все спасенные явимся, и нам придется дать отчет за свою жизнь. Будут стоять миллионы спасенных. И Господь подойдет к вас, обнимет, поблагодарит и говорит, хорошо, добрый, верный раб. Ты был верен в малом. Смотрите, и какой результат? Небо будет аплодировать. Какой мы видим результат? Бог дает власть, для Бога важен, возьми десять городов. Для Господа важен результат. Может быть, некоторые думают, я тоже так раньше думал, знаете, мне все равно, что скажет Господь. Хорошо, добрый, верный раб, да? Мне все равно, что даст Он мне власть, даст в управление там эти города или не даст. Да мне бы просто подметать вот эти улицы, золотые улицы, да? Может быть, да мыть эти туалеты. Да я буду жить в конурке. Главное, что я с Господом. Друзья дорогие, мы думаем, знаете, главное с Господом. Одна бабушка молилась, Господи, мне бы хотя бы быть у порога дома Твоего. Пастор подходит, говорит, сестра, вы же молитесь хоть с какой стороны у порога дома. Знаете, мы иногда думаем, да что там, нам уже с Господом будет благословение. Друзья дорогие, но подумайте, когда мы будем стоять перед Господом, перед судилищем Христовым, у вас будет уже новое прославленное тело. Вы будете точно знать, какие Бог таланты, дары, что Бог для вас предназначил. Каждая клеточка вашего нового прославленного тела, она будет вот это хотеть от Господа услышать. Хорошо, добрый, верный раб. Иисус правитель мира. И Он почтит тех, кто были в верность. Что такое верность? Верность – это стойкость, неизменность в чувствах, в отношениях, в исполнении своих обязанностей. То есть верный – это соответствует истине, правильный, преданный, точный, надежный. Смотрите, здесь Господь показывает, как мы должны жить между Его первым пришествием и когда Он ушел к Отцу. А мы недавно с вами отвечали, так или нет, вознесение Господа. И вот мы сейчас ждем вот это второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Видите, для Господа важна продуктивность. Кто-то думает, ну это только финансово. Нет, здесь касается нашей. Бог дает нам не только финансы. Он дает нам и силы, и энергию, так мы говорили с вами, таланты, дары, нам придется дать отчет. Читаем дальше. Второй человек подходит и говорит, пришел второй, говорит, господин, мина твоя принесла сколько? Пять мин. И он говорит ему, смотрите, и ты будь над пятью городами. Заметьте, Господь не похвалил этого человека. Над пятью городами. Он говорит, хорошо, я дам тебе власть. Пять городов. Но он не похвалил. Он не сказал, хорошо. Здесь только награда. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что есть верующие христиане, которые вот служат Господу от всего сердца. Да? Знаете, к служению. А кто пойдет? Хорошо, давайте. А кто может быть в этом служении? Знаете, в семье, среди соседей. Они свидетельствуют, рассказывают. Видите, но есть верующие христиане, которые, знаете, в полсилы. В полсилы. Мы читаем, когда 2-е параллель, 25-я глава, был такой царь в Южном царстве, Амасия. Видите, делал угодное Богу, но там есть но. А что но? Не от полного сердца. Смотрите, и делал, вроде все хорошее, но вот не от полного сердца. Знаете, я знаю, что сегодня есть люди, которые живут, они читают одну главу в Библии, молятся о Божьем благословении, они иногда даже могут и пастора благословить. Пастор, слава Господу за ваше служение. Если их спросить, они расскажут 4 духовных закона. Вроде и соседи, так они не ссорятся с соседями. Ну, это такое, знаете, полутеплое сердечное христианство. Чаще всего это люди, которые выросли в христианской церкви, в среде. Знаете, они уже все знают, им ничем не удивишь. Они приходят, ну, слава Господу. Уже есть эти заученные молитвы, такие штампики. Возможно, они когда-то горели для Бога, а затем медленно стали остывать. А зачем напрягаться? Зачем? Ну, спасение, слава Господу. Я уже следуюсь только за Иисусом. Братья и сестры, пересмотрите свои отношения. Ведь нам предстоит дать отчет за жизнь. Это не просто теория. Видите, Христос нам приоткрывает в притчах, что ожидает, к чему готовиться, на чем сфокусироваться. Изменение жизни начинается с обновления ума. Апостол Павел пишет в Римлянам 12 глава, 2 стих. Обновление ума. Нам нужно постоянно вот это обновление, обновление ума. Да. И вот что мы дальше видим с вами. Подходит третий человек. И он, говорит, пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я... Что сделал этот человек? Он берет, взял платок, берет мину, а в те времена так делали, он ее заворачивает и сохранил. Ну, лучше что-то, да, чем это. Главное, а вдруг не придет хозяин. А если придет, то что я сделаю? Я достану и покажу. Вот смотри, все, я сохранил. Заметьте, на первого человека два стиха, на второго человека сколько? Тоже два стиха. А на третьего семь стихов. Видите, Христос фокусируется, говорит, будьте осторожны. Смотри, пришел третий и говорит, вот мина, которую завернул. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Господин ему сказал, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал. То есть, смотрите, он обманывает хозяин дал ему задание, он посчитал, для меня это не важно, для меня это не важно. Зачем я буду напрягаться? И он говорит, почему-то я не отдал серебро мое в оборот, чтобы придя, я получил с прибылью. И вот 24 стих. Он говорит, и сказал стоящим возле него, возьмите у него мину и дайте имеющему сколько? 10 мин. И сразу какая реакция? Говорит, Господи, да у него же так уже 10 городов, зачем ему 11? Друзья, дорогие, мы забываем, что наш Господь не только любящий, но наш Бог и справедливый. Он справедливый. Он справедливый. И Он отдает человеку, который умеет употреблять, и Он отдает этому человеку. Видите, мы часто думаем, что выгодно нам. Господин, и кажется, Он несправедливо отдает. Видите, люди, мы часто думаем, что выгодно для слух, но Господин думает о том, что выгодно для него. И часто мы с вами тоже думаем иногда, что мы более справедливы, чем Бог. Мы думаем, что мы знаем, что такое милость, что такое благодать и забываем, а что такое справедливость. Видите, три человека. Конечно, некоторые сидят и думают, ну вот четвертого не хватает. А какого? Который бы начал, а потом сказал, господин, ну смотри, я вложил мину. Не получилось. Братья и сестры, дело в том, что с Иисусом мы никогда не проиграем. Если мы доверили свою жизнь, если мы живем по слову, если мы ищем его лица, если мы хотим, господи, я хочу, чтобы имя твое прославилось, я хочу, чтобы царство твое расширялось, мы никогда не проиграем. С Господом мы никогда не проиграем. И Господь говорит, используйте или потеряйте. Знаете, если мы не ценим то, что дал нам Господь, время, возможности, финансы, семьи, наших детей. Ведь в конце жизни, смотрите, будут открыты две книги. Первая книга – это книга жизни. То есть там будут имена, записанные тем, кто приняли Христа как личного спасителя в сердце. А вторая книга – это будет книга наших дел и нашей жизни. И вот как раз в этот день произойдет Божья справедливость. Божь поставит все точки, да? И вот вопрос. Вы горожанин или слуга? Вы помните, что с горожанами произошло? Он говорит, врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал, приведите сюда и сбейте передо мною. Слуги? Слуги отчитываются. Они говорят, Отец, Бог всемогущий, Иисус Христос, мы верим в Бог. Мы недавно отмечали Троицу, мы верим с вами в Троицу, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И нам придется дать отчет перед ними. Быстро расскажу одну историю, и мы будем молиться. Один человек переехал, это было в 19 веке, имя этого человека Джордж Болт, иммигрант из Германии, переехал в США где-то в 1860 году. Языка не знал, на работу пришел, устроился в гостинице, давали ему посудомойку, знаете, убирать, заметать, самую такую работу, Клейнен давали. А потом потихоньку он был такой верный, надежный. Люди видят, что он все, что поручает, справляется. И он уже стал администратором в этой гостинице. И вот как-то был вечер, и в дверь постучалась одна семейная пара, уже не молодые. И они говорят, у вас есть номер, чтобы остановиться на ночь? Все номера заняты, извините, пожалуйста, идите в другие гостиницы. Они говорят, мы обошли все гостиницы, но все занято. И вот этот человек, Джордж Больт, он говорит, знаете что? Он так посмотрел на эту пару. Говорит, здесь, я живу в этой гостинице, у меня есть комнатка, подождите 20 минут, сейчас уберут, вы будете спать, где в моей комнате. И на следующий день, это чета, когда они уезжали, этот человек сказал, который переночевали, мужчина говорит, Болт, вы замечательный менеджер, и когда-нибудь я построю гостиницу, которая превзойдет все остальные, и я поставлю вас менеджером. И прошло несколько лет, и он получил письмо, и там был билет, в Нью-Йорк, и он когда прилетел, его поставил, он прилетел в Нью-Йорк, и пригласил его Уильям Улфорд Астер, и он владелец Уолдорф Астер гостиниц. За то, что ты был верным. Джордж, ты верный человек. Смотрите, доброе дело в жизни, о верности. Потом этот человек стал миллионером. Друзья, дорогие, жизнь сегодня продолжается. Бог дает нам свою благодать. Давайте проверим свои сердца. Где мы? Кто мы? Верные мы люди. Действительно, мы используем, чтобы Бог доверил, чтобы Бог поручил нам. Пусть имя Его прославится в нашей жизни. А Ему слава. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.